Коллеги, добрый день. Давайте немножко проголосуем, хорошо ли нас слышно, видно ли нас. Давайте плюсики, если все хорошо. Отлично. Здравствуйте, меня зовут Артем Долгих, я являюсь директором по развитию бизнеса нашей компании. Вместе со мной ведущим сегодняшнего вебинара будет Оксана Кошелева, которая является руководителем отдела продаж. Наш сегодняшний вебинар посвящен достаточно новой теме, новой теме как и для всего рынка, так и новой теме для нашей компании. А именно облачным решением, облачной инфраструктуре и, собственно говоря, продукту Axelot Cloud, который мы сегодня не хотим вам презентовать. Немножко по формату и по таймингу. Наше выступление будет в сайте с двух частей. Сначала я расскажу, как вообще мы пришли к Axelot Cloud, а после Оксана расскажет о том, каким образом осуществляется лицензирование данных продуктов, как рассчитывается стоимость лицензий. И мы сравним на одном наборе характеристик для склада стоимость лицензирования по модели OnPremise и по модели Axelot Cloud. На все на это мы планируем потратить примерно полчаса. После этого у нас вместе с вами будет секция вопросов-ответов, где сможете что-то уточнить, если это будет непонятно. Ну что ж, давайте приступим. Собственно говоря, про что я хотел рассказать? Я хотел рассказать о том, каким образом мы пришли к вот этой истории, которая стала моделью использования наших продуктов Axelot Cloud. И у этой дороги, собственно, две составляющие. Первое – это то, как многие клиенты все активнее и активнее используют инфраструктуру как сервис, перенося свои программные продукты на оборудование провайдеров. И вторая часть этой истории – это про, в принципе, уже активный тренд использования множеством клиентов, программное обеспечение как услуги, когда они переносят под управление провайдеров не только hardware, но и программное обеспечение, получая к нему доступ, в принципе, через веб-интерфейс. Что же мы видим? Почему наши клиенты начали все активнее и активнее использовать серверные мощности как услугу, передавая все владение и администрирование серверных составляющих провайдеров? Первое, на что отмечают и клиенты, и что мы видим там со своей стороны – это возможность обеспечить беспребойное электропитание. И действительно, если для конечной компании организация серверов и их рабоспособность не является профильной активностью, обеспечить действительно промышленное дублирование линии электропередачи, или резервный генератор мощности, который автоматом включается в случае перепадов напряжения в общественной сети, это задачи, которые являются практически неуполнимой. И, что самое интересное, даже те компании, которым удалось это сделать, скорее всего, не ставят периодические эксперименты, а как быстро запустится дизель-генератор, а не застыло ли там в солярок. И вот для того, чтобы обезопасить себя от возможности пропадания электропитания, клиенты выбирают размещение железа у провайдеров. Немаловажным является качество каналов связи. Если посмотреть на предложения по рынку, связанные с представлением интернет-соединений, мы часто видим предложения не конечных организаторов этого канала связи, а каких-то виртуальной прослойки. Есть вероятность, что пытаясь там резервировать тот канал, который является основным, вы в итоге получите все равно соединение, представляя одним и тем же оператором. Используя оборудование как сервис, этот риск снимается, потому что профильная организация точно понимает, кто является конечной компанией, представляющей эти услуги связи. Мало кто знает, но охлаждение серверных – это действительно сложная задача. Например, в правильных цодах необходимо организовать фальшпол, необходимо организовать кондиционеры по схеме N плюс 1, когда всегда существует резервный, который может быть включен, если какой-то из работающих сломается. Все это непросто организовать, когда вы занимаетесь розничной торговлей. Важно понимать, что сопровождение вот этого всего парка серверов – это задача, которая решается людьми, администраторами. И близко к 100% утилизировать их возможно только на масштабе. То есть высокая степень утилизации возможна только в том случае, если ваша компания большая, если серверов много, и где действительно необходимо участие одного до пяти человек. В случае, если же задача локальная, утилизация вот именно вот этих специалистов достаточно низкая, и вы будете наблюдать простое там больше времени. Очень важной причиной, почему клиенты отдаются, используют оборудование как услугу, является именно физическая безопасность данных. Физическая безопасность данных – это что? Это доступ в те помещения, в которых находится серверное оборудование. Это организация современных систем пожаротушения. Да, все это можно сделать in-house, но это точно там не профильная задача, и точно не те бюджеты, которые там давляющее большинство компаний готовы тратить. Стоит отметить, и это в отдельных случаях бывает весьма важно, использование инфраструктуры как сервис снижает риск незапланированных расходов, таких как сезонные расходы, связанные с охлаждением, какие-то внеплановые ремонты. Не стоит забывать о возможных форс-мажорах, когда будет потребоваться отремонтировать сам сервер, заменить что-то. Все это исключено, если наш клиент оборудование использует предоставленный провайдер. Ну и самое интересное и перекликающееся с ААСом, когда используется программное обеспечение как сервис, это возможность практически мгновенного подключения и расширения дополнительных сервисных мощностей, которые нужны вашей организации в конкретный момент времени. Акция, наверное, про это расскажет поподробнее, но, в принципе, наверное, многие слышали о том, что в настоящий момент времени поставка сервера на оборудование – это вопрос не месяца или двух, а в отдельных случаях срок поставки достигает полугода. Использование же сервисных уточтей как услугу снижает этот риск до минимума, провайдер может предоставить необходимые мощности в момент возникновения их потребностей. Что дальше? Второй тренд, который мы наблюдаем, если говорить про первый, это уже даже не тренд, а это уже сегодняшняя жизнь, все больше и больше клиентов предпочитают использовать инфраструктуру как сервис, но и есть отчетливый тренд в поиске клиентов решений, которые возможно приобретать тоже как сервис. И здесь мы видим следующие драйверы для вот этого тренда, которым первым является, собственно, упрощение внедрения. Используя программный продукт как услугу, как сервис, нет необходимости устанавливать данные программные продукты на конечное устройство, весь доступ организовывается через веб-интерфейс. Полностью убираются затраты на техподдержку и администрирование. Дело все в том, что подобные работы не являются профильными для торгующих организаций, для организации дистрибуции, для производственных предприятий. И редко когда удается, во-первых, плотно загрузить сотрудников, которые занимаются администрированием этого программного продукта, так еще и обеспечить конкурентный фод. То есть мы становимся заложниками ценообразования по специалистам на рынке IT-услуг, что совершенно не та задача, которой хотелось бы заниматься торгующим организацией. Важно отметить использование программных продуктов по модели SaaS. В принципе, не снижает, но не повышает требования к тем устройствам, с которых пользователь заходит в эти приложения. Помимо этого, отсутствует какая-то территориальное ограничение по подключениям к тем сервисам, которые представляются по данной модели. 2020-2021 год показал, что удаленка, в принципе, плотно вошла там, прочно в нашу жизнь. И такие модели становятся все более и более востребованы, позволяя сохранять гибкие возможности по организации работы сотрудников в разных регионах, с разных устройств в разное время. Ключевое, наверное, и про это мы сегодня будем говорить более подробно во второй части, использование программных продуктов по модели SaaS снижает первоначальные инвестиции до минимальных. Нет необходимости вкладываться ни в IT-инфраструктуру изначально, нет необходимости вкладываться на первоначальным этапом 100% в лицензионные платежи по модели on-premise. Еще раз обращу внимание, данные неограниченные возможности по увеличению сервера мощностей. Компания-провайдер, осуществляя мониторинг того, как вы загружаете своими программными продуктами IT-инфраструктуру, во-первых, рекомендует, как необходимо ее там улучшить или увеличить сразу и дает возможность это сделать достаточно быстро. Ну и, собственно говоря, SaaS наследует все те преимущества, которые дает модель использования инфраструктуры как сервис. Это и уровни безопасности, и резервное электропитание, и дублированные каналы по подключению к интернету. Все вместе, все вместе, вот эти тренды по инфраструктуре как сервис, которые там, это уже данность, а программное обеспечение как сервис, там, отчетливый тренд привело к тому, что мы приняли решение о том, что и у нашей компании должно быть подобное приложение для наших клиентов. Его мы назвали Axelot Cloud, и это, собственно говоря, модель обслуживания, по которой клиент-подписчик получает возможность работать с готовыми программным обеспечениям с любого устройства, имея лишь доступ в интернет. Чуть-чуть о том, что такое Axelot Cloud. В первую очередь, это отцов уровня TR3, который обеспечивает практически стопроцентный уровень отказоустойчивости. Если перевести это в абсолютные цифры, это простой, не более полутора часов в год. Axelot Cloud – это выделенная виртуальная машина, которой наши специалисты подберут именно по особенности вашего бизнеса. Мы умеем переводить строки документов, количество точек для планирования, количество номенклатуры, количество одновременных терминалов сбора данных в серверные возможности. Виртуальная машина, которая будет забронирована для вашей компании, она будет, собственно, сконфигурирована именно с учетом этого знания и опыта. Axelot Cloud – это в том числе пропроактивную диагностику. Специалисты технической группы сопровождения занимаются проактивным мониторингом и не только выступают с предложением о том, каким образом можно по-другому сконфигурировать вашу виртуальную машину, но и делают это ежедневно с учетом возросших нагрузок, с учетом изменения пиков и занимаются этим там регулярно и, собственно, не забывая ни про какого из клиентов. Axelot Cloud, как и все программные продукты по схеме SaaS, это подключение и работать через веб-интерфейс и возможность работать на мобильных устройствах под управлением Android. Важное, наверное, даже ключевое отличие от сложившихся там правил рынка программных продуктов как сервис, это возможность конфигурировать и разрабатывать наше решение под свои нужды и самостоятельно. Мы даем возможность в рамках этой модели использования вашим специалистам делать изменения в программных продуктах, которые потом вы используете по модели Axelot Cloud. Ну и немаловажно наши технические специалисты организовывают резервное копирование данных, которые находятся на наших серверах и гарантируют быстрое восстановление в случае каких-то непредвиденных сбоев, порчи данных, каких-либо форс-мажоров. Подытожив этом в своей части выступления про какие продукты мы говорим, говоря про модель использования Axelot Cloud. В первую очередь мы говорим о системах по управлению складов. Это программный продукт Axelot MSX5 и программный продукт Axelot MSE5. Мы говорим о системе по управлению транспортом и перевозками Axelot MSX4. Сервис по расчету, по решению сложных математических задач, таких как планирование маршрутов, таких как какие-то комбинаторные задачи. Axelot SCAP тоже входит в модель Axelot Cloud. Ну и частью всего этого является Axelot Mobile Platform. Она также входит в Axelot Cloud и при помощи этого обеспечивается подключение мобильных устройств под управлением Android. Наверное, это все подытоживая, хочется сделать какой-то обобщающий вывод. наша компания достаточно давно изучала возможности по предоставлению нашим клиентам возможность использовать наши программные продукты как сервис. И вот 20-21 год показал, что как бы это решение, оно не то, что там какое-то прорывное, да, это решение, которое там абсолютно в тренде и все больше и больше компаний примет решение о том, что это первоочередной выбор при поиске программных продуктов для себя. И дальше нам остается только рассказать вам о том, собственно говоря, как это лицензируется и сколько это будет для вас стоить. Передаю слово Оксане. Оксана, пожалуйста. Итак, давайте разберем, как же формируется политика ценообразования для решений Axelot Cloud. В стоимость входят лицензии на программные продукты Axelot, это лицензии на конфигурацию, на ТСД, на рабочие места пользователей, на подключение оборудования дополнительного к системе. Также входят лицензии на тестовый контур, то есть мы с вами прекрасно понимаем, что помимо того, что в продуктивном контуре мы разворачиваем систему, необходимо также, чтобы был тестовый контур для того, чтобы сделать какие-то тестовые прогоны, проверить интеграцию, проверить модификацию и уже потом переносить на продуктив. Также входят лицензии на платформу 1С предприятия, серверные ресурсы и поддержка инфраструктуры для разворачивания базы данных. Что касается срока использования данного сервиса Axelot Cloud, то срок использования это 12 месяцев с возможностью дальнейшей пролонгации. Давайте разберем на примере Axelot WMS X5 две модели работы с этим продуктом. В данном случае я хочу рассказать про модель использования в Axelot Cloud данного программного продукта. Берем одинаковые параметры, это одна база данных ВМС, две тестовые базы ВМС, пять стационарных рабочих мест, администраторы и диспетчеры, десять пользователей TSD и общий объем базы данных не более 200 гигабайт. Стоимость данной подписки, как вы можете увидеть, составляет меньше миллиона рублей. Если говорить про аналогичный расчет, но в случае использования продукта Axelot WMS X5 в модели он-премис, то помимо того, что нужно приобрести лицензии на Axelot WMS X5, нужно также приобрести серверное оборудование, лицензии на СУБД, а также не забывать еще и про поддержку серверного оборудования, на котором все это размещено. Здесь представлены минимальные параметры, естественно, в рамках каждой компании есть какие-то свои корпоративные стандарты с точки зрения использования серверного оборудования и СУБД, поэтому стоимость здесь может быть меньше, наоборот, больше, прошу прощения. Теперь, если мы говорим про то, что же все-таки выбрать, на одной чаше весов у нас использование продуктов Axelot в модели OnPremise, на другой чаше весов у нас с вами использование продуктов Axelot в модели Axelot Cloud. Как мы можем с вами видеть на графике, изначальное вложение на использование продуктов модели Axelot Cloud ниже, и, собственно, эти вложения, они постепенно-постепенно растут и пересекаются с вложениями, которые вы бы понесли с точки зрения использования продуктов на своих мощностях только спустя 6 лет. При этом нужно понимать, что, скорее всего, при течении 6 лет вы уже захотите использовать какую-то новую систему, более совершенную и более подходящую под ваш бизнес, согласно тем реалиям, которые будут на тот момент. И плюс нужно понимать, что этот график сформирован на основании константов. То есть никто не отменял то, что зарплаты сотрудников тоже растут с точки зрения поддержки серверного оборудования собственными силами. Это будет особенно ощутимо. Поэтому, если разбирать эти графики, то можно однозначно сказать, что использование модели Axelota Cloud гораздо эффективнее, удобнее и экономичнее. Какие же выгоды вы, как заказчик, для себя увидите, используя продукты в этой модели? Конечно, стоимость лицензии первоначальная. Когда вы приобретаете лицензию Axelot именно в модели Axelot Cloud, то стоимость значительно ниже. Что касается быстроты масштабирования, предположим, у вас растет бизнес, требуются дополнительные рабочие места, кто-то должен рабочие места организовать, установить лицензии на них и так далее. Всю эту заботу мы берем на себя, вам достаточно приобрести только дополнительные лицензии на то количество рабочих мест, которые необходимы в вашем случае. Конечно же, мы должны также сказать о том, что вам необходимо вложить еще и в инфраструктуру в случае использования программных продуктов на своих мощностях. Нужно понимать, что это затраты и на фод сотрудника, системного администратора, который будет поддерживать серверное оборудование и саму систему. Также надо сказать про то, что в какой-то момент потребуется модернизация серверного оборудования, добавить память, убрать или какие-то дополнительные мощности. Все это необходимо в случае использования на собственных ресурсах вам осуществлять самостоятельно. Если мы говорим про модель использования продукта в Axelot Cloud, то, естественно, такие затраты вы не увидите, вы будете использовать только программное обеспечение, подключившись к нему. Что же не изменилось? Не изменилась технология внедрения самих продуктов. Также, как и сейчас, вы можете выбрать для себя либо технологию внедрения продукта по проектной методологии, либо использование, либо внедрение продукта по технологии быстрого запуска. И, конечно же, ключевая фишка это кастомизация систем Axelot, поскольку в классической модели SaaS все-таки используются типовые продукты, а здесь мы непосредственно говорим про то решение, которое будет настроено под ваши потребности и также развиваться будет под ваши потребности вашего бизнеса. Ну и к завершению сегодняшнего вебинара я бы хотела поделиться с вами хорошей новостью в случае, если вы приобретаете любой из программных продуктов, которые перечислил Артем до конца декабря, то вы получаете скидку 50%. Данная акция действует для малого и среднего бизнеса и субсидируется государству, поэтому мы со своей стороны будем очень рады, если вы обратите внимание на наше предложение и будем рады сотрудничеству. Спасибо, коллеги. Оксана, спасибо. Собственно говоря, мы переходим к секции вопросов и ответов. Мы понимаем, что новостей много, но давайте какое-то время мы ждем. Пишите в раздел «Вопросы» нашей эмбинарной площадки. Спасибо.